Переходим к третьему измерению. Здесь мы будем работать с такими плагинами, как Reverb и, возможно, Delay, если он пригодится. Мы будем использовать не только эффекты посыла, то есть FX-дорожки в Nuendo или в Cubase, а кто работает в других программах, они наверняка знают, как создать эффект посыла с помощью дорожек возврата. Это то же самое, что обычный Send. Кроме этих эффектов посыла, мы будем также вешать ревербы на индивидуальной дорожке, ставить их в Insert. Для чего это нужно? С помощью общих ревербов на посыле мы создадим какое-то общее пространство. Например, одну сцену, один большой концертный зал, либо студию звукозаписи, где помещаются наши инструменты. Но этого недостаточно. Используя ревербы в Insert, мы уже начинаем приближать, либо отдалять сами инструменты внутри этого общего пространства. Тем самым, эта техника позволяет добиться очень естественного, очень интересного и объемного звучания. В отличие от старого классического варианта сведения, когда мы, помните, использовали лишь два реверба на посылах, ставили два ревера, один рум, другой холл, и все инструменты посылали на эти эффекты. И на этом сведение наше заканчивалось. Конечно, тому были свои причины, так как раньше мы работали на очень слабых компьютерах, и буквально повесив всего лишь два реверба, наши ресурсы заканчивались. Но теперь нам ничто не мешает повесить 4, 5, 6, 7 ревербов на посылы, и кроме того, еще воспользоваться ревербами в Insert, чуть ли не на всех дорожках. Сегодня у нас намного больше возможностей, и с помощью этой техники мы добиваемся очень приятного и естественного звучания нашего пространства, нашего третьего измерения. Приступим. Я создам сначала эффекты посыла, так как они очень легко настраиваются, и фактически всегда подходят готовые заводские пресеты. Я воспользуюсь плагином OverloadBerryVerb2. Я лишь недавно стал им пользоваться, и слава богу, что я нашел его сейчас, так как он звучит очень плотно и богато, и при этом сохраняет свое естественное звучание. И кроме того, здесь есть большое количество различных пресетов, которые подходят для любой ситуации, и в большинстве случаев их даже не нужно докручивать. В этом проекте нам нужно будет три общих пространства. Одно для ударных, второе для остальных инструментов, и третье для вокала. Выберу мои любимые пресеты здесь. Вот для ударных я люблю использовать Fat Chamber. Ставлю ручку Dry до конца вниз, так как мы используем эффект посыла. То есть мы не хотим, чтобы сухой сигнал возвращался обратно и примешивался к нашему сигналу. И это обязательно. То есть, используя эффекты посыла, нам всегда нужно 100% Wet, либо 100% Mix в случае других плагинов. Либо 0% Dry, как в нашем случае, и 100% Wet. Я повторю, что нам нужно избежать попадания сухого, то есть необработанного сигнала обратно в микс. Теперь активирую режим Solo Defeat. Задержу клавишу Alt и нажму левой кнопкой мышки. Получается вот такое D. Это значит, что независимо от того, как мы здесь установим Solo и Mute на дорожках, наш реверб, то есть наш эффект, всегда будет включен. И это очень-очень полезно при настройке реверба, так как мы всегда будем слышать то, что мы делаем. Дам название ему, напишу Drum Chamber. И теперь создам еще один реверб. Опять же, overload, be reverb. Dry до конца вниз. И выберу Classic Hall. Medium Hall. Появилось диалоговое окно, которое спрашивает, при загрузке нового пресета сохранителей, старой настройки вот этих ручек, Dry и Wet. Естественно, я соглашусь. Нажму Yes. Ставлю опять же Solo Defeat. Напишу Medium Hall. И последний реверб для вокала. Я где-то слышал или читал, что для вокала очень подходит реверб в режиме Plate. И действительно это так. Я на всех вокалах сейчас стал ставить только Plate. Здесь даже есть очень красивый пресет, который называется Cozy Vocal Plate. Ставлю Dry до конца вниз. Закрываю. Пишу Vocal Plate. Пока все. Хочу поделиться еще одним секретом. Не во всех случаях нужно оставлять вот эти дорожки возврата с одним ревером. Сюда можно вешать еще кучу различных плагинов. Например, фильтры для того, чтобы срезать низа, либо верха. Можно повесить компрессор, чтобы звук ревера был плотнее. Даже сайчейн. Если вы хотите сайчейнить большой холл с длинным хвостом. Кроме того, можно сюда повесить и дисторшины, и хорусы, и флэнджеры, и все что угодно. Это все зависит от самой фантазии автора. Не стесняйтесь вешать сюда еще дополнительные плагины после реверба. Но не всегда это необходимо. Часто бывает так, что достаточно лишь одного ревера и звук. То есть результат получается такой, какой необходим. Но в нашем случае я буду обрабатывать реверб, который предназначен для ударных. Здесь я поставлю фильтр, который срежет низа, потому что, может быть, я воспользуюсь ревером на бочке. Далее повешу трансиент шейпер, чтобы поднять немного атаку. Так как я часто замечал, что после обработки ревером ударные теряют свою резкость, свою четкость и панч. И с помощью трансиент шейпера я надеюсь атака восстановится. Кроме того, я заметил, что вот с трансиент шейпером реверб для ударных начинает звучать очень натурально. Продолжение следует...